Их поминают поименно. Ежегодно 10 февраля начинается с панихиды в храме на месте сгоревшего здания областного ГУВД. А затем траурные церемонии у мемориала с возложением венков. Сегодня цветы принесли губернатор Дмитрий Азаров и начальник главного управления МВД по Самарской области Александр Винников. В числе тех, кто пришли на площадь родственники погибших и очевидцы трагедии. Алексей Левков сегодня зампредседателя общественного совета при областном главке. А 22 года назад возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями. 9 сотрудников которого погибли. А всего трагедия унесла жизни 57 милиционеров. По официальной версии причиной пожара стал непогашенный окурок. Официальная версия возгорания этого на втором этаже. Официальная версия. На мой взгляд точка над этим еще не поставлена. И вряд ли будет поставлена, потому что 22 года прошло. Трагедия. Вечная память людям, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. И дай бог, чтобы в современных сложных условиях молодежь ориентировалась на них. Сейчас этот день в Самарском регионе отмечен как памятная дата о всех погибших сотрудниках подразделения МВД. В разные годы, начиная с 1917 года, с места несения службы не вернулись 325 милиционеров полицейских областей. Татьяна Емилова с сыном Сергеем каждый год приходят сюда почтить память мужа и отца. Сотрудник Ленинского РУВД Федор Емилов погиб при задержании преступника в 1986 году. Горе разделило время для его семьи на до и после. И только со временем пришло осознание значимости этого подвига. Когда человек идет служить в эти силовые структуры, он понимает, что он ставит на чашу весов правосудие, да, или личные блага, или благо общества, да, чтобы исключить это. Да, мой муж погиб, но этот преступник уже больше ничего не совершил. А мы не знаем, какие могли быть последствия. Сергей Емилов в то время был подростком, но, не сомневаясь, пошел по стопам отца служить в систему МВД. Я пошел с 14 лет, сперва в Суворовское училище, в систему МВД. Именно была злость, чувство мести, наверное. А когда пришел в эту систему, встретились хорошие, достойные учителя на жизненном пути. Объяснили, что это немножко неправильно. И, соответственно, ну, скажем так, чувство мести ушло из души, из сердца. Осталось чувство справедливости. В семье их самарских полицейских сотни таких историй. Служба в МВД никогда не была легкой, но именно работа этих людей обеспечивает спокойную и благополучную жизнь для всех остальных. Иногда даже ценой собственной жизни. Олег Зверев, Николай Епифанов, События.